Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов, мы продолжаем проходить второго Ведьмака, в принципе, почему только начинаем. Я тут подумал, во-первых, меч я сделал, чтобы убирать вот так вот, посмотрим, насколько это будет удобно, так, и по идее, во. Так, а что я хотел, что я хотел, что я хотел, я хотел что-то прочитать, так, вспомнил. Не прочитал те, которые, не прочитал. А, ну, в принципе, то есть, все это можно, как его называемое, ну, то есть, это описание задания, как бы, но оно, вот, пересказ, я вот могу это пролистывать, потому что как-то, ну, эх, лучше вот это давайте будем читать. Потому что мы их уже сейчас проходили, и, типа, брать, и... Непонятно. Да, кстати говоря, вот сейчас, наверное, появится картинка, сейчас я себе запишу. Минута 19. Конфиг. Я охерел, в чем я Nvidia это выставила, когда я жмякнул. Nvidia выставила все на самые высокие... Короче говоря, у меня практически на ультрах эта игра идет. Это не средний нихуя, оказывается. Исключение, там какой-то, там сейчас картинка будет, там какой-то очень убер-графика отдельно есть, ну, типа, параметр, который вообще график вот этих неебических высот поднимает. Он у меня отключен. Все остальное он выставил на высокое и очень высокое. Я охуел. Так что это, это уже вообще пиздато. Извините за маты, но просто... Ва! Я просто очень рад, что вот эта игра... Я очень боялся, что с ней будет, оказывается, она на высоких, и так отлично, вообще шикарно, короче. Так. А, все, вентилятор у меня работает. Замечательно. Замок Лавалет. Во время моих путешествий... Я напоминаю, это Лютик у нас. Все теперь дневники, начиная с этого, с этой части, читает Лютик. Все, везде Лютик. Во время моих путешествий меня несколько раз принимали в резиденции рода Лавалетов. Любой, кто считает Визиму огромным городом, наверняка не видел родовой крепости Лавалетов. От величия фортификации захватывает дух. Назвать это просто замком, либо грубая неточность, либо просто шутка. Поколениями расширяемая крепость образует самую мощную систему укреплений в Тимерии, а может быть и во всех королевствах Севера. Поскольку крепость была построена вблизи стратегически важного белого моста, соединяющего берега Пантара, она контролировала все окрестности, включая торговые пути и переправу. Ничего удивительного в том, что бунт Лавалетов лишил Фольстета сна. Персонажи. Геральт из Ривии. А вот и наш герой. В детстве он был подвергнут мутациям и прошел суровую школу меча и магии, после чего стал нечеловечески ловким убийцей-чудовищ. Вечно без денег, вечно презираемы теми, кто его защищает. Он страствует по свету теми, кого защищает. Он страствует по свету и ищет заказы. Судьба не щадит его и воздвигает на его пути препятствия, а он упор упрямо движется вперед. Сомнений у него больше, чем блох у старого нищего. Они не дают ему покоя, даже когда на постоялом дворе банда разбойников идет на него с ножами. Хороший ли он человек? Не думаю. Старается ли он остаться человеком? Думаю, да. Вы должны знать, что Геральт из Ривии один раз уже умирал. По крайней мере, все решили, что его больше нет в живых. Он защищал нелюдей во время погромов в Ривии и не смог совладать с обезумевшей толпой. Его бездыханное тело положили на лодку, и он уплыл в туман, в край, где ему давно было обрести покой. Но ненадолго. Под действием сил, о которых мы еще расскажем, Геральт вернулся. И очень вовремя, сразу по возвращении, ему пришлось защищать ведьмачий замок и сражаться за похищенные оттуда реликвии. Кроме того, он принял участие в восстании с Каэтаэлей, разгромил могущественный преступный клан, убил великого магистра Ордена Пылающей Розы и немало прославился любовными похождениями. Что ж, в этом весь Геральт. Но ему и этого было мало. Предотвратив покушение на короля Тимерии Фольстата, Геральт стал одним из наиболее доверенных его людей. Теперь, по прошествии времени, мы можем сказать, что его величество, король Фольст, был персоной, выдающейся на фоне прочих коронованных особ. Король Тимерий, князь Садена, правитель Пантара и Махакама, сеньор-протектор Бруги, Андрона, Заречия и Эландера, был властителем решительным и твердым. Человек подобного склада, если его ударить, самим отзвуком удара дает понять, что он скорее выкован из стали, чем слеплен из птичьего говня. Будучи неженатым, его величество вел достаточно свободную личную жизнь. Еще принцем в дни юности своей, молодой Фольст неоднократно показывал, что он мог, а мог он многое. Его роман собственной сестрой, закончившейся рождением Адды, известен повсюду точно так же, как и его более поздние отношения с баронессой Марией Луизой Лавалет. И одна и другая связи повлекли, если так можно выразиться, громкие последствия. И оба раза Герлит имел к ним самое непосредственное отношение. Лютик. Неловко писать в себе самом, но положение обязывает. Дабы заранее отбросить упреки в отсутствие объективности, пишу лишь самую скромную заметку, упоминая лишь повсеместно известные факты. Лютик, а в действительности Виконт де Леттенхоф, впрочем, не в титулах дела, дипломированный трубадур и преподаватель Аксенфурского университета. Фигуры известные среди друзей и почитателей, как галантный кавалер, франц и несравненный любовник. К северу от Яруги каждый слышал это имя, если только он не мужлан и не хам, а таковых мнений никто не спрашивает. Лютик принимал участие во всех важнейших событиях нашей эпохи. Любил, сражался, вел переговоры, а также добывал всякое знание, в том числе запрещенное. В своих сочинениях дал свидетельство временам и нравам, но славу добыл главным образом благодаря чувственной поэзии. В ниже описанной истории важно, что Лютик был другом Геральта из Ривии. Единственным настоящим другом, могу сказать с определенностью, стал его доверенным лицом, советником и товарищем по несчастью, ибо счастье с ведьмаком изведать не пришлось. То же, что Геральт совершил, Лютик достовернейшее описал. И не следует доверять тем, кто хрониста в обратном упрекает. Вернан Роше В окружении каждого правителя найдется место для личности вроде Вернана Роше. Такому человеку должно хватать отваги и решимости, чтобы выполнить любой приказ, а при дворе его должны ненавидеть до такой степени, чтобы он понимал, только верность и преданная служба королю удерживает его на должности. Роше был командиром «Синих полосок» особого отряда на службе короля Фольстата. Среди прочего, он прославился борьбой со Скайтаэлями и усмирением нелюдей. Именно под командованием Роше отряд снискал себе боевую славу, а сам капитан за верную службу удостоился доверия короля. По одному Фольстатому слову Роше пошел бы в вагонь, спросив только до каких пор там оставаться. Вот каким человеком был в то время Вернан Роше. Бьянка Светловолосая Бьянка выделялась в отряде Вернана Роше не только тем, что была единственной женщиной в элитном подразделении, собранном из отъявленных рубак. Ее милая личика и стройная фигурка обращали бы на себя внимание, даже если бы их не подчеркивал мундир. Есть в женщинах в военном платье нечто притягивающее мужской взгляд. Но пусть читатель не обманывает с этим описанием. Не красота приводит в ряды синих полосок, но способности, решительность и порой жестокость. Всякий, кто не разглядел бы этих свойств Бьянке, дорого заплатил бы за ошибку. Порой Бьянка получала задания, для выполнения которых прежде всего важна была ее красота и лишь затем боевые навыки. Не раз она становилась козырным тузом в хитроумных играх Роше. Самый старший из детей баронессы Лавалет, Ариан был без всякого сомнения ее сыном, рожденным в законном браке со старым бароном. Воспитанный как рыцарь, он следовал всем добродетелям своего сословия, ценил отвагу и мужество. Конфликт, в который он вмешался, был для Ариана делом весьма неудобным, ибо здесь честь рода и его матери сопряглись с широко обсуждавшимися романом между баронессой и Фольстатом. Хотя борьба была безнадежной, рыцарь мужественно командовал обороной родного замка, не собираясь отступать хотя бы на шаг. Желая спасти своих людей, Ариан поставил на карту все. Он вышел на поединок с Редмаком и пал от его руки. Интересно, можно было все-таки, типа, как это называется, без убийства его? Мария Луиза Лавалет В прошлом мне не раз случалось бывать при дворе Лавалетов. Я встречал там теплые приемы гостеприимства, достойные моей славы и таланта. Баронесса Мария Луиза была весьма изжачной дамой, исполненной цветущей красоты, с темными волосами и чувственно очерченным ртом. Как и многих дамах, отданных в жены мужчинам старше их по возрасту, о баронессе ходили самые разные сплетни. Находились и такие, кто приписывал ей роман с самим королем Фольстатом и даже предполагал, будто он был отцом ее младших детей. Бусси Лавалет В то время, о котором идет речь, Бусси был совсем несмышленным отроком, однако уже высказывал гордость и упорство свойственные роду Лавалетов. Некоторые же объясняли это тем, что отцом его был сам король Фольстат. Аннаис Лавалет В те времена дочери баронессы Марии Луизы Лавалет было лишь несколько зим. Сплетни о том, что ее отцом был король Фольстат, послужили началом многих важных событий. Трис Мерригальд Чародейку Трис Мерригальд из Морибора я знаю давно, поскольку она всегда была дружна с Геральтом. В этой прекрасной, талантливой волшебнице с каштанными волосами трудно было узнать прежнюю Трис. Веселую, хохочущую по любому поводу и выглядевшую как девчонка. Она многого добилась благодаря своим знаниям и способностям. Ее называли Четырех... А... А! Ее называли Четырнадцатой из холма, ибо некоторое время ошибочно причисляли к чародеям, павшим на Саденском холме. Как героиня Садена, она получила право заседать в Королевском Совете Темерии. Хотя король в свое время косо посматривал на чародеев, а сама Трис говорила, что господская ласка переменчива как ветер, к началу нашего рассказа Трис пользовалась всяческим доверием короля. Что же до Ведьмака, то каждый, кому довелось наблюдать за дружбой Трис и Геральта, мог легко понять, что этих двоих объединяло многое. А как известно, старая любовь нержавеет. Так, это пока это, пока это, основа игры папа-пам, ласточка папа-пам, да, Сави, все. Читать сразу, грубо говоря, много. Да, здесь больше ничего нового. Ну, я думаю, мало ли. Блин, да, вот так вот гораздо удобнее. Я еще думаю, что поставить на верхнюю. Добро пожаловать в пролог игры Ведьмак 2. В этой части вы познакомитесь с миром игры, занятое завязку сюжета истории. Кроме того, вы оцените основные принципы и говорите механики. Желаем вам великолепного путешествия, команда CD Projekt Red. Блин, спасибо, ребят. Время от времени игра сохраняется автоматически. Игру также можно сохранить вручную и нажать FF5. Да. Не, ярче точно делать, наверное. Не, я уже точно делаю. Ну-ка еще раз, ребят. А они стреляют должны, да? Или сейчас просто... Да, карты есть. Ведьмач и медальон, вот там. Там, оказывается, можно было через контроль собирать все. Блин, опять пропустим. Что? Ой, ладно. Это все потом. О, гляди-ка, мелкий. Ведьмак идет, тот самый. Геральт из Риме. Этот в амулетах понимает. Милстер ведьмак! Меня вопросит. Да. Мы знакомы? Старых друзей не признаешь. Мы же Рубайлы из Кринфида. Я потерял память. Ага. Точно как Боголь после той охоты на золотого дракона. Так тот, как треснулся тыквой о камне. Все только жрал и срал, жрал и срал. Даже баб не хотел. Мне кажется, это не амнезия. Я живодер. Этого зовут не щука, а это мелкий. Мы его ремеслу учим. Записались мы на войну, а то с чудищами в последнее время нам не шибко везет. Так молодой Наспор вляпался в эту историю с закладом. Поможешь нам по старой дружбе? Было между нами, конечно, всякое. Ну да и кто старый, помянет. Ну да. Мы бы вас и так отпустили. И чародейку тоже. А чтобы насиловать, так это Боголь только припугнуть хотел. Насиловать? Закрой пасть, не щука. Ведьмак ничего не помнит, так и нечего зря болтать. Мы старые приятели. Вы хотели изнасиловать старого приятеля? Только чародейку. Ты не хотел убить дракона, чародейка хотела. Селяне хотели, все хотели. А награда, известное дело, была одна. Так что мы немного поспорили. Ну и драка вышла. Повязали мы вас, как кабанчиков, значит. Тебя и чародейку. И пошли на дракона. А дракон так нам задницу надрал, что мы еще полгода в себя приходили. А вы сами там как-то развязались. А что за чародейка? Черня моя такая. Как ее звали? Не щука. Конфитюр. А-а-а! Джемнифер, что ли? Так поможешь старым друзьям? Я не знаю, Йеннифер, она есть в этой части или нет. И в какую историю вы ввязались на этот раз? Это вопрос жизни и кучи денег. Мелкий поспорил с одним рыцарем, что сходит на штурм только в рубахе и кальсонах и останется жив. Капельку мы тогда пропустили, я не спорю. Но заклад — это заклад. Дело чести. Солдатская честь не хуже рыцарской. Понимаю. Это ты в точку. Мы идем в первой волне, так что будет горячо. Мелкий парень храбрый, но без огонька. Так что, на всякий случай, раздобыли мы такое чудо, чтобы, значит, нахраняло. Потому как вещь сильно магическая. Может, ты глянешь опытным глазом? В чародействе-то ты всяко лучше нашего разбираешься. Ну, показывайте ваше чудо. Твой волчий медальон! Он двинулся? Он реагирует на магию. Значит, правду жрец говорил. Слышь, мелкий, теперь ты в безопасности. Обдерем рыцаря, как липку. Откуда у вас этот талисман? Ну, тут дело скользкое. Были мы вчера в патруле. Видим святилище. А там новенькие жрицы. Смазливые такие, улыбаются. Зашли мы, значит, к этим жрицам. И так напатрулировали. Слух! Ну и в этом святилище Богольд нашел амулет. Кто знает, что у него сейчас в башке творится. Но проблески бывают. Эх, старый наш добрый Богольд. Он вообще силен. С одного удара любого положат. Так вот, забрали мы амулет и пошли навстречу остальным дозорным. А дальше сплошные дивы начали. Сначала нарвались мы на белок, особо грызучих. Стрелы повсюду летали, а в нас ни одна не попала. Кроме нас только трое на ногах остались. А тут дракон. Эльфы на колени. А мы, давай бог ноги. И тут уж мы точно поняли, что этот амулет магический. Он же не защитил святилище от вашего патруля. Это точно. Вот теперь сами не знаем, что и думать. Блин, это интересно. Ну точно не надо. В этой блестяшке, несомненно, есть магия. Но я не думаю, что она остановит меч или стрелу. Ах, мать, так я и знал. Говорил же я тебе, баранья башка. Ладно, срали мы на слово чести. Мелкий, надевай железяки. Будем рубиться, как наложено. Вот правильно. Будь по вашим. Нехуется. Эх, а могли бы дворяшку дочь и стал подрать. Жалко. Если все хорошо пойдет. Сердце Меретеля. Если все хорошо пойдет. Еще до заката. А что там, сердце Меретеля? Стрелу-бак. Та-та-та-та-та-та-та-та. Ну и какой-то такой неотмечаемый отдельно. Будем, будем. Мы намного сильнее. Говорят на самом севере. Слыхал новости. Половина седьмой роты животом маются после твоей вчерашней стрипни. По первый раз. Я вообще хереваю. Уже музыка на четверке. Капец тут громко и все. Ну так теперь, сука, будешь знать. Если такое еще раз случится, я тебя сам зарежу и в твоем же котле потушу. Только кто тебе падаль будет жрать, лучше тебя свиньям скормить. Все жирнее будет. Чего у вас, пацаны, происходит? Пускай остальные бунтари боятся. Выше нос, ведьмак. Натери им задницы, Геральт. Вот, ублюдки проклятые. Натери им задницы, Геральт. Ты же сидишь и выжарешь. Ох, сколько тут сил. Ну все, начинается. Диалогов, луты и прочего просто до жопы. Не мешай. Болезни, значит, тебя не берут. А ты записался добровольцем? Прикольно. Сука, такой был хороший парень. Кто сегодня в котелке? Пять минут покоя, глава лета. Неплохо так хреначат, эти самые требушенты. О, тут, между прочим, был амулет. О, не амулет это? Как тебе прикажут туда идти, так давай гляди на говне поскользнешься. Я уж лучше на чужом говне поскользнусь, чем на своих потрохах. Логично. Пацаны. Так это ты победил великого магистра и забрел в остании в зиме. Да, это я. Говорят, на самом севере живут дикари. Во, дай заслушать. Так они на битву вообще в чем мать. Все хорошо пойдет, да. Еще до заката проливить не наспорим, лава лето. Так, ладно, все. Так можно, так можно очень долго. Жалко, на тап нельзя поставить. Тап почему-то не работает. Неплохо так хреначат, эти самые требушеты. Хольтест велел передать, что он тебе яйца оторвет, ежели ты к нему не поспешишь. Сказал, сделает из них ведьмачий медальон. Псс. Он такой милашка. Один ведьмак целого отделения стоит. Согласен, туда несколько... Ух ты, ежел. Замечательный день для битвы. Не бойся, твое превосходительство. Арбалетчики нас не достанут. Признаюсь, мой господин, что я не воин. Я предпочитаю скорее фехтовать пером и словом. Я выполняю роль посланца мира. Вздор. Ты эмиссар белого пламени, пляшущего на курганах врагов. Императора Нильфгарда. Он железом и кровью захватил с дюжину королевств. Принеса им закон, культуру и прежде всего мир. Даже можно вот так вот сделать, на самом деле. Не, ну тут, конечно, эпичность просто зашкаливает. Вот и ты, наконец-то. Предатели уже смолу на стенах варят. А вы с королевской советницей все забавляетесь. Чем могу быть полезен, государь? Сейчас будет штурм. Я хочу, чтобы ты был со мной. Со мной, господа! Не заставляйте предателей ждать! Мы же в недосягаемости. Это баллиста, твое превосходительство. Плечи усилены медными плитками. Тетива из конского волоса. Болт летит даже на милю. Смертоносное оружие. И очень дорогое. Опытная прислуга стреляет до двух раз в минуту. Но и тут есть свои недостатки. Ваше величество, извольте укрыться. Отдача от выстрела бывает настолько сильна, что разворачивает баллисту. Попасть дважды в одно место невозможно. Я не знал, что Ваше Величество разбирается в военной инженерии. Я разбираюсь. Два года назад я подарил баллисты баронессе на день рождения. Государь! Что ты скажешь о людях, которые живут, несмотря на такие раны? А что вы скажете, государь, о солдатах, которые наносят такие раны? Те, кто это сделал, уже заплатили за все. Мастер Геральт, смею надеяться, у нас еще будет возможность поговорить, когда утихнет битва. Увы, посол. Я собираюсь покинуть королевский двор как можно быстрее. И отчего так? Позвольте узнать. Меня здесь часто принимают не за того. Как звать, солдат? Погоди-ка. Ты был со мной под Брянной и в бондерской компании. Ха! Норман Саддер! Ты еще рядовой! Да, государь. Что-то мне судьба не улыбнулась. Ха! Норман Саддер! За доблестную и верную службу жалую тебе звание десятника. Пойдемте дальше, господа. Нечего тут стоять. Тщательно ввести баллист на цель нажмите, чтобы выстрелить. Ваше Величество, прошу простить мне смелость моего вопроса, но я вынужден его задать. Какая судьба ждет бастардов, когда... Это не бастарды. Это мои дети. Еще раз услышу бастард, кто-то об этом сильно пожалеет. Светлейший государь, прошу простить. Однако же законы наследования подразумевают необычайно четкую процедуру. Вкус на законы. Надо будет, поменяю. И я не позволю бунтарям использовать моих детей как знамя. Ваше Величество, вы абсолютно правы. Адда умерла, и других детей у меня нет. Понимаю. Разговор окончен. Ты можешь вернуться в шатер. Черное в моем лагере перед битвой. Куда мы катимся? Будь моя воля, отослал бы его в сморщенную башку императору Эмгыру. Но Трис Мерригольд велела мне быть вежливым и терпеливым. Как по-твоему? У меня получилось? Как нельзя лучше. Я всегда знал, что ты свой парень. А что там люди болтают? Клал я на них. Они и о Бадде говорили. Разузнал что-нибудь о нашем убийце? Трис сделала вскрытие. Он мог быть ведьмаком. Вот холера. Что я сделал ведьмакам? Знаешь еще что-нибудь? Знака школы при нем нет, но это ничего не значит. Многие на твоем месте утаили бы такие сведения. Пускай Трис мне обо всем расскажет после битвы. А сейчас займемся предателями. Куда бьете, мазилы? Солдат, трубу! Что ж там делается? Ого! Это же граф от Шеверия! Держи, ведьмак. Бьем потому с красным плюмажем. Полгода назад он клялся служить мне до конца жизни. С красным плюмажем это где? Что никого нет? Вот этот? Ну вот, ну окей. Три градуса. Там очень понятно, типа, что именно и куда полетит. Попали в скотину. Ушел. Собака. Но ничего, еще достанем. За мной, ведьмак. Там просто еще было понятно, куда он им... Но! Вот такие мелочи. А, на стену-то они потом высадились. Да-да-да-да-да-да-да-да. Следовать за фолькс. Так, подожди. В смысле, ничего нету что ли? Не, погоди. Так. Метательный... А, у меня метательный вот этот... Зато бомбы есть. Да, хотя бы тут их поставим. Давай! Теперь наверх! Знаешь, ведьмак, я готов простить Луизу. Пускай только преклонит колени перед своим королем. Очень благородно. Все издеваешься. А, неважно. Я уверен, что Луиза поймет, что совершила ошибку. Кроме того, детям нужна мать. Что-то я потерял нить. Все просто. У нас с Луизой был небольшой разлад. Она хотела от меня того, чего я не мог ей дать. Понимаешь? Кажется, да. Сразу нашлись такие, как графа Чаверия. Благородные, сочувствующие. Сказали, мол, злой король хочет отобрать детей. Но мы их защитим, а при случае и на трон возведем. И баронесса позволила себя провести, как и любая другая мать. А эти только и думают, как бы ослабить корону и урвать привилегий. И снова все подружка за темерскую корону был брик. Вверху, мужик. Ну ладно. Здравствуйте, солдаты! Так, куда мы, братцы, направляемся? Так, что нам, братцы, нужно? Победа! Чего бы хотели, кто бы, чего бы хотели. Давайте я быстренько сделала такую тему. Надеюсь, это так. Он же вроде записывается. Внимание! Мы почти пришли! Оружие готовь! Потому что там не вплотную к углу экрана. Там нормально. Значок фпс не будет мешаться. А дальше мы въедем. Идея с башней была просто великолепна. Она должна была сломить дух бунтовщиков. Толпа разодетых борчуков с помпой посетила штурм и пробежалась по стенам крепости. Только вот настоящая армия умирала на улицах под ними. По уши в крови и в дерьме. Если годы службы меня чему-то и научили, то только одному. Неважно, где ты. В бою или на балу. У тех, кто выше по праву рождения, всегда будут и лучшие места, и лучшее платье. Не нам менять этот мир, ведьмак. Рассказывай дальше. С того момента, как рухнул мост, ты почти все время был со мной. Почти. Расскажи, как ты оказался во дворе монастыря. Ой. День штурма после полудня. Опять я не в том. Оговорили под стены, не подойдем. Полдня, и город взят. Доложить обстановку. Бои за замок продолжаются. Группа мятежников забаррикадировалась в святилище. Что с моими детьми? Видимо, тоже внутри. Фэн прижал жреца. Тот сказал что-то о ходе под стенами. Таран будет разве что через неделю. Попробовать топорами? Долго. Да делать нечего. Этот жрец... Что с ним? Какой проход? Потерял сознание, пока я его раскручивал. Он сейчас под стражей внизу. Займись им, капитан. Так точно. Силас, бери двери на себя. Фэн, за мной. Ведьмак. Государь. Есть задание как раз по тебе. Вернан умеет убеждать, но иногда бывает слишком горяч. Попробуй своими силами поискать другой путь. Если убедишь их сдаться, тебе вся везима позавидует. Солдаты лавалетов ничего не сделают детям баронессы. Я не успокоюсь, пока их не увижу. Надо действовать быстро. Бунтовщики сами загнали себя в западню. Я не хочу ждать, пока они догадаются, что детей можно использовать как заложников. Я пошел. Я рассчитываю на тебя. Дети, пожалуйста, мои доспехи в уроны. Спасибо. Где топоры? Шевелитесь! Так. Ой, не М, в смысле, Джей. Джей. Да ел и па. А, то есть так не действует, надо из одного выйти. Потом в другой. Так, персонажи. Мелкий. Сей солдат приобрел мнимый артефакт, наделенный якобы чудесными свойствами. Свято верил, будто его силу убережет от ран. Геральт, видишь, что Малет бесполезен, предупредил его об этом. Что с Фольтестом еще? Фольтест определенно продолжил испытывать какие-то чувства к своей бывшей возлюбленной и желал спасти детей, ставших плотом их внебрачной связи. Ибо детям этим грозила судьба размеренной карты в политических играх. Здесь, надо бы сказать, что, ежели Фольтст принимал решение, никто и ничто не могло его остановить. Шиллярд Фитц Эс Терлен. В нашей истории фигурируют персоны разных королей Севера. Вспыльчивых и рассудительных, влюбчивых и замкнутых, отважных и трусливых. Любезный читатель без труда может заметить, что, ежели поснимать им с голов короны, а вместо скипетров в руки вложить вилы, меч, пачку векселей или горсть козьего говна, они были бы такими же обыкновенными людьми, как и мы. Ни в коей мере этого нельзя было сказать об императоре Нильфгарда Белом Пламени, пляшущем на курганах врагов, тень которого коснулась всех описываемых мной событий. Обязанности же он и тени усердно исполнял Шиллярд Фитц Эс Трейлер, искусственный дипломат, которому случилось развязать не одну войну, лишь для того, чтобы завершить ее и принять контрибуцию с разбитых врагов. Вот еще часы. Так, все, да? Подожди, я что-то вроде еще хотел. Ща, 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 ща. Вот, задание. Так, мы отлетелся к монастырю. Направился в город на поеке Тайного Хода. Да почему? Вот это неудобно. Там может было из одного меню на другое сразу переключаться. Воу! Воу! Так, ладно. Я тут очки, мне вообще куда? На поиски. На поиски это хорошо сказать. То есть у меня как бы конкретного места не сказано, да? Так, надо сохраниться. Так, надо сохраниться. Ну, серьезно? Так, надо сохраниться. Ну, safe. Вот. Разберяй. Я привык просто, что типа уже мелкие, ладно. Цыпа, цыпа. Выпустите нас, смел сдать солдат! Замкнись! Вы ни в чем не виноваты! Это пускай король решает! Там какая-то еще зеленая точка есть. Боги, нам помощь! Ах ты говно, а! Что вы с ней сделали? Заткнись! Спасите! Эти люди без оружия. Проваливай отсюда, не мешай! Убирайтесь отсюда! Слушаюсь, Милздарь! Уходим! Спасибо вам, Милздарь! Спасибо! Будь осторожней! В следующий раз может не повезти. Спрячься куда-нибудь. Я должен найти жену. Я видел, как ее гнали вместе с остальными, будто скот. Удачи! Горе побежденном! Остановить убийство... Горе побежденном! Ведьмак осадила разгоряченных солдат. Казалось... Остановить убийство мирных жителей. Это все пройденное Здесь пока нету Тоже нету Открывать Роше, но пока что я рассказываю Таким горе-побежденным То есть если будут какие-то еще события, надо Ой А ты что тут сидишь? Все нормально тебе, да? Подумаешь только что не убили Чуть-чуть Так, стоп, там еще в дом можно было зайти Во-первых, вот сюда Говорит, вы уж извиняете, но я буду прям ходить Смотреть, облазывать И так далее Так, или я тут был? Да, наверное был Вот тут точно Ох ты шлюха Ладно Что у вас происходит? Обычные грабители Теперь они наши А теперь к стене Столько мужиков сложат головы из одной бабы Я всегда был верным и понтаном его величества Пальцы! Кому я без пальцев нужен? Не, ну с этим поговорить не получается, ладно? Легкая кожаная куртка Ну как говорится, ради интереса, конечно, можно посмотреть, что она себе представляет Ну так сопротивление к горению Так, легкая кожаная куртка Давайте посмотрим просто как она выглядит Ну так же практически и выглядит Так Доспехи ворона Легендарная вещь Значит, все-таки не зря Не зря все-таки я Завершал этот квест в предыдущей части О, мой! Дресьте, ребятки Кусом дерева Грабли Так, ну тут просто был лук, да? Ну ладно Не, погоди, я же с отсюда пришел Еще раз Тыры дым Тыры дым Что-то сначала подниматься не хотел Герль, ты что? Выпустите нас, мил старец солдат Заткнись Мы ни в чем не виноваты Это пускай король решает Ого Всякие полежные ништяки Сколько у меня денег? 150 Пальцы! Кому я без пальцев нужен? Устранение преград Ну да Так, а там что-то еще было? Может, речь какую солдатам скажете, а? Мастер-ведьмак Некогда Встаем мы Не доречи, ночь Камера немножко близко, конечно, к нему Че ты месяц не ставил? Че ты месяц не ставил? Камера Бегай Камера Ло Что Ass Бегай Посмотрим еще что-нибудь есть Замок лавалет Очередными пока только один путь Новый этап задания горе побежденным В смысле? Не понял Каким это образом я Единственное, на загрузке долго думал Что? Что? А почему? Я же нажимал F5, куда они все подевались Хотя нет, это очень странно Почему? Это она Э-э? Это будет картинка… Что? так не погоди это вас картинка такая шуя выпустите на смел сдать солдат запись мы ни в чем не виноваты это пускай король решает я просто обычный грабитель охватил же 2 мальча мужа лавы из-за одной бабы на блять так а теперь сучни дети вы ответите за измену мне себе куда мне записать по себе такую измену мил старый солдат так я начинаю путаться уже защита так он он как он показывает вы люди просто да лавали это проиграли вот эйми квен акси акси внушение а то я начинаю уже тупить не то делаю ирден ловушка да ну хоть еще там один остался потому что нет так значит мне получается нужен акси я просто понимаю это вот с этими чуваками надо что-то сделать или что кто с нами будет кто что еще раз ну акси в время получить контроль противника непонятно вы пустите на смело сдачи солдат заткнись мы не только мужиков сложат головы из-за Все мы родом из тьмеи! Я просто не знаю, что я тебе искупал! Я тебе искупал! Я тебе искупал! Ни... ни шо не понял. Зачем ты меч постоянно встаешь? Так, хрожа. Где от них лут? так вот сюда ну странно если сохранить не пожить сохранение так тогда я не понимаю почему у меня было провалено это задание них я щас просто никого не пойду мы же проверяли это моргал из-под земли что ли вылет богокульники стоянба стоянба так ну окей ладно это назад окей я хочу вернуть жителей спасти вы че люди за что ты че хуё здесь глазеть ты ничего не понимаешь отставь их это невинные люди где тут люди это прихвост не лавалетов а сорняки надо выдирать с корнем чтобы не разрастались измена как чума никто отсюда живым не выйдет а ты не подходи сюда я не стану смотреть как вы убиваете безоружных и что ты сделаешь убью тебя все свидетели я не хотел твоей крови серьезно блять дурачела а почему а а я и победил по щади сразу блюдо выпустите людей убирайтесь отсюда Открыть двери! Я рапорт напишу! Опиши, что хочешь. Если вы, сучьи дети, еще раз попробуете что-нибудь сжечь или тронете хотя бы одну женщину, король об этом узнает. Обалдеть! Такие вещи я пропускать не хочу, поэтому. Ух ты, емае! Так, я оттуда, да? Там можно было еще дальше пойти. Просто получается, может это на среднем уровне, я не знаю, но типа этот, то что у тебя здоровье восстанавливается само. Это как-то, ну, я не знаю, можно просто бегать вокруг врага и ждать, пока у тебя вылечится здоровье. Или надо только вне боя восстанавливаться, что-то я пока не уловил. А-а-а-а! 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 Баля, там что-то было. Блин, я путаюсь, где я был, где нет. А-а-а-а! А-а-а! 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 А-а-а-а! Блин, я путаюсь, где я был, где не был. Граждане все в порядке Не трогайте нас Вы свободны Спасибо вам, Милсдар Спрячьтесь, пока все не успокоится Вот только где? Граждане... О, задание выполнено Они сожгли наши дома, все остальное растащи Что здесь стоишь такой один потерянный? Так, ну ладно, пошли теперь в колодец Так, между прочим, надо уже опять заканчивать Ну в этой игре... Ой Так Что это было, Турудун? Что отсоединилось? Блять Я задел эту Копченку распределительную Попасть надо на темнота Выпить зелье Идите в режим медитации Вот это как-то вот, не знаю Ладно У меня, кстати, есть один талант Так Бой мечами Обучение Обучение А, все, обучение все пройти То есть еще можно А, так я на обучение это и так покупал То есть они... Так, восстановление энергии вне боя Плюс 25 Скорость позволяет метать ножи А, то есть я же не умею еще метать Здоровье плюс 10 Но здоровья мне пока хватает Энергия тоже, в принципе, надо Давайте вот метать ножи Да Ой-ё Так И с эликсиром А, то есть можем одновременно три Дегустатор достижения Прерывание действия эликсира Пропадает, когда заканчивается время действия Или после медитации Ага Окей А, так, кошка еще помогает А, да, она же волхак здесь Кошка это еще и волхак Так, че еще Здесь что-то еще вроде было, нет? А, ну подняться-то да Так, донзует всему гуль Так, всем этим А, тупицы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тимирский меч Так, тимирский меч Стальной Махакамский рунный сигиль Это по идее Это тоже из первой части Шанс убийства с одного удара Плюс два А здесь снижение урона при блоках Плюс пять Вес восемь это вес девять Этот магический это обычный Ну я не знаю Пускай будет Так Кстати говоря По идее должно же быть Выри побежденным Да, все Фей Виктос В смысле А почему у меня Гуля А, то есть это надо же этот Наверное, да Это надо их книжку читать А то я сейчас думал А как же Я же вроде Гулю убил Тьфу, ты не Гуля Утопцы Чай, чувак Ну ладно Давай, ешь ты Ах ты говна Пусок Эй Ебой Ладно, давай еще прокачаем Персонажа Почему тут заблокируем То есть мне вот это все Надо все пройти Чтобы потом Или я могу Да, я даже не могу Ну ладно Позволяет парировать удары Со всех направлений А можно еще сделать Обязательно Урон наносимый ножом Плюс 20 Или здоровье Плюс 10 Здоровье прохода Дайте ножи до конца Прокачаем Так Так Ну-ка инвентарь У меня есть А у меня их все равно нет Ну ладно Ну ладно Пока нету Потом будет Вум Ша-ша-ша-ша Эй В данном случае Мить не надо Так Бери Да, а здесь тоже нет Как так-то? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ А, я пытался её выбить, а она просто так открывается, понятно Окошко прямоудобная штука Так, давайте мы А, ну да Чё это? Ну, ладно Ну Хочется, инвентарь весь забью Чё мне, кстати, там в инвентарю-то Ну, вес пока ещё есть, ладно Скэта Эли Только вашего брата, конечно, для полной картины не хватало Богокульники! О, боги! Богокульники! Так, а ещё раз, один-два, потом три А, на трёшку можно менять, всё На трёшку просто листаешь эти Ужас! Просто ужас! Ржавый, ржавый Балансированный нож Метать наружу Оп! Да почему он не листает его? Я не понял, подожди Ничего не понял, ну давай Вроде четвёрку листать же было в тренировке Потом там будем разбираться, чё из этого нужно, чё не нужно О, алхимия, алхимия точно нужно Так, подняться сюда Я испаняю Пиджар, спуститься можно? Ладненько А ножички-то хороши Да Далой, тиранам! Далой, тиранам! Далой, давай И тебя туда же Чё-то с ребяток даже А, нет, вот с него чуть-чуть выпало Приказ солдатам, ну-ка Это у нас где? Книги Приказ солдатам Всем командирам подразделения Немедленно отвезти все войска И занять оборону у дорог, ведущих в монасты Занятые позиции удерживать любой ценой Смерть тирана Блин, я по привычке все зажимаю альт, чтобы подсветить активный объект Не, а картинка, конечно, обалденная О, цены Так, а мне, походу, дело туда и надо Стоим мы Просто посмотрите на это Обалдеть Э, по кругу можно прогуляться Все, понятно А ножички прям хороши Мне прям ножички порадовали Главное, в таргет взять И можно просто кидать ножик и все Нужен ключ Ох, нихуя Эй Жги гнездо паразитов Так Это не рыцари, это изменники Пленных не брать Ай-яй-яй Это не рыцари, это изменники Пленных не брать Богохульники За Тимерию, парни Смерть за Тимерию Хорошая смерть Вперед, в атаку Богохульники Гадость Да блин, какой-то старый Да-да-да, не рыцари Фу Почти помер Оранжевый лечение на контейнер Внутри предмет Важный для выполнения задачи Ключ привратника Так, стоямо А, так это Как раз по заданию сюда надо было Старые кожаные перчатки Так В ромя на руках что? Перчатки травника Снижение магического урона Продление действия масел Дополнительные архимические ингредиенты Старые кожаные Ну, сопротивление кровотечению Здорово Приказ солдатам Это тоже самый? Да Так, где еще? Что, реально только одного осталось? Ладно, что-то я все не буду подбирать Только что ты стал самым титулованным ведьмаком на свете И самым богатым Ловлю тебя на слове, король Видишь, Вернон? Геральт справился Очень вовремя Жрец изволил отправиться к своим богам Я видел на реке с Каэтаэлей Где именно? Сколько? Как выглядят? Хрен с ними с эльфами Потом разберемся В монастырь Ну, как хрен с ними? С Каэтаэлей Кусочки головоломки начинают складываться, Геральт Или ты говоришь правду Или очень складно сочиняешь Я хочу услышать остальное Дети Фольтеста, монастырь Что там произошло? Если бы не Тайлис Мы добрались бы туда одновременно Не отвлекайся, ведьмак Что же Верховный жрец говорил правду Так Сейчас Затавка будет еще какая? Его величество Фольтест Король Тимерии Артур Тайлис Бывший граф Несвельт Я подписывал тебе приговор Да, баронесса меня помиловала Как неудобно получилось Где Анаис и Бусси? Ты про королевских отпрысков? Не испытывай моего терпения, Тайлис Я обещаю тебе легкую смерть Признай, Фольтест Перед богами и людьми Что Бусси и Анаис Плоды твоего греха Они твое потомство Покайся Скажи правду Может, ты не заметил, Тайлис Но мои войска уже в городе А с ними палачи, чародейки и мутант У которого нет ничего святого Это святое место Ты не отважишься поднять руку На слугу Божьего? Где вы спрятали детей? Монастырь Они в месте уединения Что? Что это значит? Богохульство? Чародейские фокусы? А описано не удалось Тише, Тайлис Мы в святом месте Я никогда тебе этого не прощу Слышишь меня, мутант? Холера Бывали штурмы неудачные Но этот дракон был последней каплей Просто перекрыл Можете мне сказать? Пожалуйста Какого, собственно, хуй? Переполнил Что переполнил? Ну Чашу Терпение Мать его Это просто нелепо Геральт Вот ты в них разбираешься Можно натаскать дракона Никогда об этом не слышал Так почему он жрет только моих людей? Надеюсь, Мэри Гольд телепортировалась А как же? Если нет, придется искать нового советника Заткнись, Роше Посмотри правде в глаза Дракон мог ее Еще слово И дракон перестанет быть Твоей главной заботой Хватит Заткнитесь А Дракон вернулся Маленький усилий Никогда не закончился Холк Не могу Идти Я не очень даже разглядываю Успеваю разглянуть Давай, давай Ладно Откуда начнем? Дракон вернулся Не могу Идти Да, блин Ну я Сначала Не ту Потом ту Ну я Ну что там Надо еще раз И все Потом тогда будет завершать Дракон вернулся Не могу Идти Причем я чисто инстантиму И не ту клавишу нажал Я хер знаю почему А че, я без меча остался? Какая боясь Я думал уткнул и вытащил Ты снова спас мне жизнь. Можешь просить, чего хочешь, ведьмак, в пределах разумного. Я покидаю двор, государь. Я хотел бы, чтобы Трис Миригольд могла отбыть со мной, если захочет. Конечно, захочет. Ты что, слепой? Она влюблена в тебя по уши. Можете отбыть вместе. Никто не станет вам мешать. Вот тебе мое слово. Сейчас я пробовать могу. Блин, там еще вот в том месте, где эти жрецы были и проще, там я не облутал, ничего не поговорил ни с кем. Я думал, у них диалог шел, я шел за ними. Ладно, давайте на этом. На сегодня все, а то, блин, уже вон опять час 21. Ссылка на полис в описании. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на канал по обзорам фильмов, на канал автор музыкальной темы, на канал душевные игры Роза Парацельсия и Капов Крин. Жмякайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых роликах и по возможности поддержите канал материально. Ссылки на все реквизиты в описании к каждому видео есть. Очень-очень сильно буду вам благодарен. Как говорится, аренчиков подкиньте. Вот. Все, всем всего доброго, играйте в хорошие игры и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!